Библейский портал экзегет.ру представляет который несет какое-то слово о Евангелии в этот мир, но о ком же ему рассказывать, как не о себе, когда про себя он это действительно знает. И он старательно употребляет местоимение первого лица «мы». Можно считать, что это такое местоимение скромности, как на защите диссертации мы показали в данной главе. А можно считать, что это приглашение к коринфянам, это община, которая им была основана, и он, собственно говоря, предлагает им присоединиться. И, конечно, он действует не один с самого начала. Он в письме в этом заявляет, что вместе с Тимофеем он его пишет. К Тимофею к нему тоже обращены послания. И, соответственно, один из ближайших помощников Павла. Но в шестой главе он развивает эту тему, что на самом деле делает он, как апостолы несут это слово. Для него это принципиально важно. Мы зачастую, ну, как-то стесняемся говорить о себе. Ну, что я буду себя выпячивать, да? Говорить, какой я крутой, как я все замечательно делаю. А он этого и не делает. Он говорит о том, что Бог через него совершает. Итак, шестая глава. «И поскольку мы содействуем Богу, обращаемся к вам с призывом, ведь не впустую Писание говорит, в нужное время услышал тебя, в день спасения помог тебе. Ныне благоприятное время, ныне день спасения». Ну, понятно, что это некоторые цитаты из книги пророка Исаии. Как часто бывает, Павел берет эти цитаты более или менее наугад, если можно так сказать. То есть не то, что он находит место в Писании, где говорится о чем-то похожем, а он как бы мыслит цитатами. Он все время их приводит. Вот говорится что-то такое, и он подбирает эти слова и выражения, которые ему пригодятся для, может быть, совсем другой мысли. А дальше он рассказывает о себе, о своем служении, о служении тех, кто рядом с ним. «Никому мы ничем не досаждаем, чтобы наше служение осталось безупречным». Вот с чего он начинает. Очень часто такое стремление христианин проповедовать, оно выливается в бесконечное поучение, в навязчивость, в какую-то такую, знаете ли, агрессивность по отношению к другим людям. Сейчас я вам объясню. «А вот мы никому ничем не досаждаем, чтобы наше служение оставалось безупречным. Во всем мы выступаем божьими служителями, приносим скорби, нужду и страдания, побои, заключения и мятежи, трудимся, бодрствуем и постимся, сохраняем чистоту, познание и долготерпение в благости, святом духе и нелесемерной любви со словом истины и силой Божьей». Вот смотрите, если бы мы составляли этот список, наверное, мы бы начали с каких-то высоких ценностей. Вот долготерпение в благости, святом духе, любовь, истина, сила Божья. Павел их приберегает напоследок. Почему? Потому что сначала он говорит о том, что очевидно. «Переносим скорби, нужду и страдания, побои, заключения и мятежи». Он им как раз рассказывал, Коринфянам, про то, как в Эфесе боролся, как он там пишет, со зверями, ну, буквально вот на стадионах притащили, там не стадион, это скорее цирк, амфитеатр, и там могли отдать на растерзание. И, в общем, он фактически оказался в положении, со своими спутниками в положении вот этих христиан, которых готовы растерзать на арене цирка. Цирк – это тогда не для клоунов и акробатов, а в основном для гладиаторских боев и для убийства, приговоренных к смерти при помощи разных животных. И вот именно то, что он во всем этом побывал, дает ему какое-то основание говорить о благости, любви, о слове истины. Ну, это же слова, которые очень нетрудно произнести. Язык во рту есть, каждый человек может их произнести, но они очень дешево стоят, если не подкреплены каким-то личным опытом. И Павел начинает с этого личного опыта. И дальше прекрасный образ. Оружие праведности у нас в правой и левой руке. В левой руке обычно носили щит, в правой, соответственно, меч, копье, какое-то оружие нападения. То есть он и нападает, и защищается чем? Оружие праведности. Ну, вот в мире, где воины были довольно почитаемыми людьми, в современном мире как-то люди скорее прячут агрессию, стараются боевые действия как-то не выводить на первый план, а тогда в Древнем Риме это все-таки было нечто очень почетное, и то, что, в общем, люди все привыкли воспринимать как занятие для настоящего мужчины. Так вот, Павел не говорит, а мы, знаете, мы пацифисты, мы от этого отстраняемся. Он говорит, нет, мы везем свою войну, мы выходим на бой, и мы готовы умереть. Только у нас не щит и меч, а у нас оружие праведности. Мы за что-то другое воюем. И вот это очень такой важный, глубокий принцип Павлова христианства, общераннего христианства. Оно не беззубое, оно не такое вот вялое, которое от всего отстраняется, но оно не агрессивное. Оно не убивает. Оно готово умереть, но оно не убивает. Оно отдает жизнь, оно наделяет других людей жизнью. Может быть, поэтому оно так быстро в историческом масштабе и победило. Оружие праведности у нас в правой и левой руке. Пусть славят или бесчестят, пусть злословят или хвалят, пусть считают лжецами, но мы верны, пусть не обращают внимания, но мы знамениты, пусть погибаем, но вот живем, пусть и наказывают, но не до смерти, пусть огорчают, но мы всегда радуемся, пусть в нищете, но обогащаем многих, пусть нет у нас ничего, но мы всем обладаем. Мне кажется, этот отрывок, он, наверное, лучше всех отрывков из Нового Завета показывает, в чем, собственно говоря, особенность христиан по сравнению с другими людьми, настоящих христиан, которыми, наверное, нам только предстоит или, по крайней мере, предоставляется возможность стать. Не в том, что мы какие-то особо праведные люди или должны быть особо праведными людьми, не в том, что мы достигли 80-го уровня святости и вот в результате мы творим чудеса, исцеляем, воскрешаем и так далее, а в том, какое место мы занимаем в этом мире. И, смотрите, он начинает. Оружие праведности вправо и влево, как нападение, как защита. Пусть славят или бесчестят. Бывает по-разному. Пусть злословят или хвалят. Это не очень важно, это внешне. Мы остаемся собой. И дальше он перечисляет ряд плохих вещей, которые делают по отношению к нему, его спутникам, его соратникам. И что все-таки при этом они оставляют за собой? Пусть считают лжецами, но мы верны. Это не важно, если о нас неверное какое-то представление, если нас в чем-то обвиняют. Важно, что мы на самом деле собой представляем. Пусть не обращают внимания, но мы знамениты. В силу чего? Не в силу того, что вот на экране, в телевизоре, в интернете или где-то. Тогда этого, конечно, не было. Но тоже были способы прославить человека. А именно в том, что в них проявляется некая сила Божия, в них проявляется нечто такое, что не может не привлечь к себе внимания. Пусть погибаем, но вот живем. Пусть наказывают, но не до смерти. То есть вот это состояние, когда все время могут казнить, и, в общем, иногда даже начинают это делать. Но ничего, как-то мы из этого выходим. Пусть огорчают, но мы всегда радуемся. Тоже важнейший принцип. Нас очень многое огорчает, правда? И, может быть, самая такая характерная черта, которая встречается у христиан сегодня, практическая такая черта – это отсутствие радости. Смотришь, человек, он молится, постится, ходит в церковь, и такое ощущение, что ему все это очень тягостно и мрачно. А Павел говорит, нас вообще-то казнят, мы вообще-то в бою, но мы всегда радуемся. Чему? Дурачки бегаем и смеемся. А дальше он разъясняет, пусть нищете, но обогащаем многих, пусть нет у нас ничего, но мы всем обладаем. Мне кажется, что когда христианство пришло в этот мир, оно сначала выглядело полным безумием, а потом люди стали присматриваться и говорить, смотрите, у них действительно все есть. Вот у нас у каждого чего-то нет, у кого-то нет, там, не знаю, похлебки на обед, а у кого-то нет такой роскошной виллы, как у соседа, вилла победнее, попроще. А вот у христиан, что бы у них ни было, у них все есть, они всем обладают. Они говорят, что вечность у них в распоряжении, вот как кладовка какая-то, вот только зайди туда и возьми, что тебе надо. Надо же, как интересно. И, может быть, вот здесь Павел как раз рассказывает об этом свойстве раннего христианства, которое привлекало людей. Но это он не просто так, вообще, ну, это такая высокая поэзия. Вот удивительно, человек как будто хвалится, а в этом не видно гордости, в этом не видно такого превозношения. Я такой крутой, вы вообще, Каринфиник, кто вы там передо мной? Ну, быстро все покаялись. И сказав что-то хорошее о себе, он говорит тут же о них с какой-то вот такой сердечной болью, искренней привязанностью. Это же его церковь, в которой он вырастил, наверное, ни одна другая местная община не была настолько Павловой, как именно Каринфская. Причем там всякие проблемы возникали. Он об этом там писал, что другие проповедники, Аполлос и кто-то еще. Но вот дальше слова такой невероятной какой-то нежности и близости. Наши уста были откровенны с вами, Каринфиник. Сердце наше раскрыто для вас. Мы не заперты для вас. Но вы от нас запираетесь изнутри. Ответьте нам тем же, обращаясь как к детям, раскроетесь и вы. Вот действительно обращение такого любящего, небезразличного, может быть, местами строгого родителя к детям-подросткам. Я открыт для вас. Он же говорит, мы, то есть не я лично, вот мы там с Тимофеем, с кем-то еще. Вы запираетесь от нас изнутри. Откройтесь. И дальше он, так их даже не скажу, ругает. Ругает это вот как-то, вот после такого введения, не скажешь ругает, он старается их убить, и мы даже не знаем в чем, мы не очень понимаем, какова ситуация в Каримской общении. Вообще-то очень интересно. Письмо предельно личное, письмо очень напряженное, послание мы говорим, но вообще-то это просто письмо. И в то же время Павел очень деликатно нигде не называет проблему. Мы не знаем, что там произошло. А может быть, это не очень важно. Вот мы, когда у других людей какие-то дурные поступки, мы, как правило, очень долго и подробно это обсуждаем. Со всеми деталями и подробностями. Павел вот просто ни разу не называет даже ту проблему, с которой он явно здесь пытается справиться. Но он, наоборот, призывает их к неким идеалам. Ради чего им с этой проблемой справляться? Почему, собственно говоря, им нужно слушать Павла? Вот об этом он говорит много. И дальше вот такой призыв очень яркий. Не впрягайтесь под одно ермо с неверными. Но это образ из сельского хозяйства. «Быки пахали часто вдвоем, и вот их в одно ермо». Понятно, что быки должны быть более-менее одинаковы. «В одну упряжку впрячь не можно, коня и трепетную лань». Вот вы не впрягайтесь с неверными. Причастна ли праведность беззаконию? Что общего у света со тьмой? «В чем Христос соглашается с Велиаром?» Велиар – это одно из имен сатаны, древнееврейское. Ну, вот он так поэтический, очень поэтичный текст. Здесь его называют. Берет еще одно имя. «В чем верующий един с неверным? В чем храм Божий совпадает с идолами?» Ну, понятно, что это серия риторических вопросов. То есть, ну, не ведите себя как неверующий. И при этом он их очень возвышает. И очень часто, когда христиане проповедуют что-то, они начинают, вы все проклятые грешники, сейчас я вам объясню, почему, Павел, обличая их, в общем, поругивая, говорит совершенно другую вещь. «Ведь вы храм Бога живого, как и сказал Бог, поселюсь среди них и пребуду с ними, стану их Богом, а они моим народом. А от этих уйдите, удалитесь, говорит Господь, нечистого не касайтесь, и я приму вас, стану вам отцом, а вы мне сыновьями и дочерями, говорит Господь, сидрожите». Это такая составная цитата, здесь сразу несколько книг, левиты, языки Елисая, вторая царств. То есть, это как бы суть Ветхого Завета, да, в нескольких словах. И суть именно в том, что «вы, говорит Господь, мой народ». Вы не просто избранный народ в том смысле, что вот вы мне нравитесь больше всех остальных. Вот у каждого человека есть там любимые актеры, футбольные команды, книги, фильмы, да, ну, нравятся они нам. А вы мой народ в том смысле, в каком моя семья, в каком вот близкие мне люди. Поэтому удалитесь от всего нечистого, удалитесь от того, что мешает вам быть моими сыновьями и дочерями. И Павел, собственно, пересказывает это. Почему плохо грешить? Потому что Бог накажет, да? Потому что ты тогда нечистый, противный, грязный. Потому что это мешает тебе быть его сыном или его дочерью. У тебя такое высокое призвание. Подумай, как не потерять его. Вот, собственно, и все. И мы, конечно, читали эту главу в рамках библейского проекта «Экзегет». Субтитры создавал DimaTorzok